всем привет меня зовут алексей красиков и сегодня мы говорим о панических атаках о правильной технике избавления от панических атак досмотрите этот ролик до конца он будет не длинным но очень емким по технологии применения к сожалению в российских вузах и психологических факультетах не учат этому поэтому коллеги пожалуйста берите на вооружение казалось бы для чего мне рассказывать технологию избавления панических атак когда это очень популярный запрос кстати посмотрите предыдущее видео которое называется основные ошибки и обязательно его изучите казалось бы зачем мне снимать это видео но если быть откровенным я уже с 2011 года снимаю видео о панических атаках и тревожных расстройствах тысячи людей от этого избавились я надеюсь что это видео увидят новые люди которые тоже избавиться от панических атак многие скажут что ты здесь не то наебывает потому что он же тогда денег не заработает давайте начнем с того что панические атаки или привычка себя паниковать это не сам невроз это не само тревожное расстройство или расстройство личности или тревожная личность как угодно это можно назвать это лишь следствие тревожной личности когда человек испытывает какой-то основной вид невротического расстройства у него стимулируется вегетативная нервная система он неправильно вследствие следствие тревожной личности так сказать испытывает вегетативное напряжение неправильно его интерпретирует паникует и запоминает условия при которых это возникает и начать паниковать себя постоянно при определенных условиях поняли но научение себя не паниковать при определенных стимуляциях или условиях это не значит что вы избавились от невротического расстройства слова совсем поэтому мне хочется потому что я не хочу рассказывать об этом на персональных занятиях или на своих семинарах мне проще вам дать бесплатно все что вам нужно знать чтобы избавиться от привычки себя паниковать а если уж вы пойдете заниматься там ко мне или моим коллегам то идите заниматься уже над самим невротическим расстройством которые стимулируют вегетатику и тревогу и так далее ok поехали что же надо делать чтобы избавиться от панических атак во первых посмотрите четыре ошибки предыдущий ролик это очень важно как вы помните из предыдущего ролика я говорил о том что первая ошибка это люди путают панику и тревогу вторая ошибка это то что люди не избегают контакта с вегетатикой и паникой третье люди все-таки себе подыгрывают в конце и четвертое люди терпят а вот теперь смотрите как выглядит правильная техника запомните одно простое правило которое позволит раз навсегда избавиться от панических атак их нужно не прожить прожить это значит бездействовать бездействие лечит панические атаки а теперь объясняю как это выглядит на уч но большинство пациентов испытывают регулярные панические приступы потому что они убеждены что они успели как-то себе помочь им повезло они вот сегодня не умерли и они успели что-то сделать выпить воду карвалол феназепам позвонить маме зубной феи эльфу выбежать куда-то им просто повезло и они живут в ожидании следующего приступа когда им как бы не повезет либо они успевают выпить какую-то таблетку именно это действие во спасение которое мы называем читинг или подкрепляющее поведение и формирует условный рефлекс который не дает вам навыка безопасности вы на самом деле говорите я испытала вегетатику испугалась и себе помогла фух я испытал вегетатику испугалась и себе помогла вот это вот и себе помогла эта проблема поэтому выписываете все на листочек что вы делаете для того чтобы побыстрее избавиться от вегетативного напряжения и паники звоню мужу в скорую пью таблетки пью успокоиться все это в строчку выписываете и убираете в сторону смысл очень простой когда у человека нарастает вегетативное напряжение будь то в метро или будь то дома или просто вегетативная дисфункция вследствие невроза вдруг эпизодически поднимает вегетативное напряжение вы делаете полностью наоборот вы никуда не бежите вы никому не звоните вы не пьете никаких успокоительных вы просто правильно дышите насчет 1 2 3 4 вдыхаете форсировано и медленно в два раза медленнее насчет 8 7 6 5 4 3 2 1 выдыхаете и вы просто ничего не делаете вы просто спокойно дышите с удлиненным выдохом это регулирует симпатический парасимпатический отдел вегетативной нервной системы вас переключает на дыхание главное не побежать не засуетиться не запомни ковать именно не запаниковать это и есть терапия панических атак не просто протерпи они не поддайся панике всем это понятно не помоги себе тогда мозг что поймет он скажет у меня был вегетативный стимул я успела даже немножко испугаться но я ничего не делала я бездействовала и у меня это прошло потом вы это повторяете несколько раз и таким образом мы имеем что у меня была вегетатика я ничего не делал это закончилось значит не надо ничего делать и вы удивитесь но страх ожидания вегетатики уйдет вы будете говорить примерно так да у меня может возникнуть вегетативное напряжение я даже могу испугаться но ничего я знаю как с этим бороться нет никакой проблемы вот этот вот эта важная часть понятно супер второй важный момент который надо знать принцип действия и принцип противодействия чем сильнее действие тем сильнее будет противодействие соответственно чем сильнее вы чему-то сопротивляетесь чем сильнее вы говорите только бы не было вегетатики только бы не было паники только бы не было только бы не было так не хочу это терпеть только быть не было вы этим и создаете тревогу в этим и создаете напряжение поэтому соединяем первое и второе я бездействую во время вегетатики и второе я как бы иду на Да, у меня может быть вегетатика здесь и здесь, да, я могу успеть даже испугаться, но я не буду ничего делать во спасение. И тогда соединяя первое бездействие и парадоксальное иди на эти ситуации в метро, в автобус, в пробку и там доказывать себе, что вы можете справиться и взять себя в руки и быть в самосовладании с собой, это и есть терапия. Это не вылечит вас от невроза, это не вылечит вашу ОКР, это не вылечит вашу ипохондрию, это не вылечит ваше посттравматическое стрессовое расстройство, это не решит вопрос с мужем, с женой, с родителями, самостоятельностью, самооценкой и так далее. Не думайте даже об этом. Но это точно позволит вам вернуться к самостоятельному передвижению, это точно позволит вам избавиться от привычки себя паниковать, потому что стимул это вегетатика, реакция испуг, подкрепление это бегство во спасение. Уберите бегство во спасение. Стимул будет, реакция будет. Например, метро, стимул, реакция, испугалась, подкрепление раньше было, куда-то побежала, никуда не бегу, сижу, дышу спокойно, все, дальше еду. Никакой суеты, никакой движухи во спасение, никаких «помогите караул», тогда сможете вернуться к передвижению и будете себя даже больше уважать, потому что ничто так не поднимает самооценку, как преодоление своих страхов и преодоление себя. Все на самом деле не сложно. Другое дело, что у вас не уйдет никакая вегетатика в целом, у вас не уйдет тревога, потому что терапия панических атак в этом смысле не является терапией невротических расстройств, все это понимают. Вот почему я об этом и рассказываю. Но начать надо с этого. Поэтому выписываем все места, в которых вы когда-то уже запаниковали, потому что мозг их запомним, топаем в эти места и говорим, я пришел сюда себя попугать, айда я себя попугаю. И начинайте себя пугать. И если ваша вегетатика вдруг начнет стимулироваться, вы начнете думать, сейчас какой-то кошмар случится, я сейчас умру, никуда не суетимся, никуда не бежим. Да, сердце стучит, в ком, в горле сухость, во рту ощущение, что вот надо куда-то бежать, вот он приступ, караул. Не щемимся, не бежим. И тогда вы справитесь. Что делать с базовой тревогой и как работать с тревогой? Мы поговорим в следующих видео. До встречи.